Мечты сбываются. Это подтвердила Эмилия Дзыговская. 14-летняя художница из Рыбницы хотела подарить свои картины Дому ребенка в Тирасполе. Об этой мечте рассказала на встрече с президентом. Вадим Красносельский помог мечту осуществить. В День защиты детей школьница провела свою первую выставку картин. Подробности прямо сейчас. Я приехала не одна, а со своими сказками. Всегда верьте в чудо, в лучшее. Мечтайте. Вот я мечтала быть здесь. И сегодня я дарю вам свои иллюстрации. Всего 20 сказок. Курочка-ряба, колобок, царевна-лягушка, снегурочка и не только. Эмилия Дзыговская нарисовала иллюстрации. Все в декоративной стилизации, в ярких красках. Дети оценили. Скажи, какая картинка тебе больше всего понравилась? Зависка. Колобок здесь есть? Вот там колобок. Такой подарок нам делают впервые. И, конечно, это очень интересный, красивый подарок. Картины нам подходят на 100%. Они знают этих героев. Очень красиво подобраны цвета. То есть картина яркая, понятная для ребенка. И, конечно, для нас это очень актуальный подарок, который будет радовать еще очень долгие годы каждого ребенка, который будет здесь проживать. У выставки картин есть и название. Мир сказок, чудес и фантазий. Тоже идея Эмилии. Ей 14. Учится на отлично в Рыбницкой первой гимназии и школе искусств. Художница признается, сбываясь ее мечта – подарить детям свой мир русских народных сказок. На встрече с Вадимом Николаевичем я поделилась своей мечтой – подарить детям свою серию работ иллюстраций к народным сказкам, где была поддержана и получила помощь в плане оформления. Было дано 20 рам для работ, чтобы их презентовать. Такой серьезной выставки персональной у меня не было. Это впервые. И мне очень нравится результат. Он вдохновляет делать что-то большее, дарить еще что-то, воплощать свои мечты. Эмилия рассказала, над каждой иллюстрацией работала по 9 часов, использовала разные цвета и оттенки и в каждой картине старалась передать радостное настроение. Юная художница планирует нарисовать иллюстрации к сказкам Александра Пушкина.